Замечательно то, что к 50-летию оркестра, к 50-м его сезона, эта книга все-таки из желаемого превратилась в действительную. Возможно, заглядывать в будущее не имеет смысла слишком далеко, и возможно, это слишком рискованное предприятие для нас сегодняшних, но мне, как историку и музыкальному критику, очень интересно было бы оглянуться в прошлое. Поэтому я при этой оглядке готова констатировать, что сегодня мы находимся на пороге действительно уникального, исторического, беспрецедентного в масштабах нашей страны события. Вся советская региональная музыкально-академическая культура, которая как Атлантида погрузилась на дно истории, вызывает сейчас фрагментарно и далеко не везде. Мы знаем, какое количество оркестров было при Советском Союзе, мы знаем, что каждая республика и автономия имели в той или иной мере возветвленную систему академического музыкального образования, и мы с прискорбием должны сказать, что эта картина к нынешним дням изменена. Изменена не в лучшую сторону, и если где-то сохранились точечные, важные с точки зрения продлеваемости традиции аспекты, то вот Татарстан есть то уникальное, географическое, ментальное, религиозно наполненное и заинтересованное в развитии музыкальной традиции место, место, где все не ушло в песок, где все не растворилось в воздухе и где все продолжается. Продолжается спустя какие-то удачные более и удачные менее фрагменты истории. Продолжается благодаря и вопреки чьим-то усилиям и чьим-то установкам. Я счастлива, что то небольшое и довольно обозримое время, что в оркестр пришел Александр Витальевич Сладковский, в оркестре возобновилась жизнь, буквально возобновлена она была фениксом из пепла. И виноваты никто, не те, кто руководили оркестром, а виноваты некоторые исторические коллизии, которые поглотили одни региональные оркестры и очень немногим позволили выплать другим оркестрам. Сейчас, если рассуждать в масштабах страны, таких региональных музыкальных центров, можно сказать, не так уж и много. Хорошая была ситуация в Новосибирске, которая продолжается, но не содержит в себе того лидерского аспекта, о котором говорил Вадим Роскович Долоталиев. Хорошая ситуация в Перми, но эта ситуация связана с деятельностью в первую очередь оперной структуры, такой как Пермский оперный театр под руководством Хуриниса. И уникальная ситуация родилась вокруг татарского симфонического оркестра вот здесь, в Казани. Я за эту ситуацию слежу с 2011 года, и мне безумно интересно наблюдать, как она, вбирая в себя какие-то аспекты местной специфики, местных приоритетов, как она на самом деле развивается и в рыночном, но и в художественном направлении невероятно цивилизованно, невероятно правильно и, в общем, я бы даже сказала, безошибочно. Сегодняшний фестиваль есть замыкание того большого процесса, который был начат Назибом Гаясовичем Жигановым, человеком невероятных титанических талантов и титанических способностей, человеком, благодаря которому здесь развелись фактически все музыкальные институции, от Союза композиторов и оперного театра и консерватории до создания симфонического оркестра, мне было невероятно интересно прослеживать рождение этого симфонического музыкального корня в Татарстане, потому что первый опыт создания симфонического оркестра тут датируется 1938 году, второй такой не очень задавшийся опыт в 1951 году случился, и только в 1966 году Селина Жиганова, многократно пробивавшего возможности на федеральном и на союзном уровне для создания оркестра, вот случилось то, что случилось. 50 лет оркестра — это как бы возраст акме с точки зрения жизни человека, поэтому мне было интересно рассуждать, исследуя историю оркестра, как о судьбе человека, и мы знаем, мы все живые люди, мы все знаем, что в судьбе человека бывают взлеты и падения, в судьбе человека бывают ситуации поисков и ситуации прозревания, в судьбе человека бывает найденное равновесие между опытом и мудростью, когда уже не надо, вилять не надо, находиться в поиске каких-то полезных или бесполезных движений. Сейчас, мне кажется, вот этот баланс в оркестре найден, и та самая точка, которая, может быть, еще три года в местном контексте казалась уязвимой, отсутствие системного, институционального, исполнительского такого момента по возрождению интереса к национальной татарской музыке. Вот она сейчас, эта точка, начинает отсчет своего времени. Продолжение следует...